Подсчитал закон об оскорблении власти. Как выяснилось, мэров и губернаторов это не касается, а высших эшелонок дебилов не так уж и много. Казнократство, предательство и коррупция – это уже не медицинские термины и даже не оскорбления. Так что до нас, журналистов, равным счетом ничего не меняется, и потому мы продолжаем работать в прежнем режиме. В студии Евгений Анисимов. До конца часа вы узнаете о том, чем нас порадовали чиновники и какими свершениями может гордиться наша страна. Ну и придется в этот раз немножечко затронуть международную тематику. Не волнуйтесь, ни о коррупции на Украине и ни о произволе властей в Америке говорить будем. Итак, поехали! Начнем с Казахстана. На Медне первый, казалось бы, бессменный президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Сделал он это в прямом эфире. Европейские и американские эксперты предсказывали это событие давно, но жители республики до последнего отказывались в это верить. Я работал, не жалея сил, энергии, здоровья, времени. Вы это видели. Я это делал, чтобы оправдать ваше доверие. Для меня не было высшей награды и признания, чем то, что вы мне доверяли. Теперь столицу Казахстана Астану переименует Нурсултан. Ребрезингу подвергнутся и центральные улицы во всех городах. Первая читалась Караганда. Здесь в честь Назарбаева переименовали бульвар мира. Ну а что, при Сталине так же было. При жизни появятся монументы. Верный соратник Назарбаева, бывший разведчик под прикрытием в Китае Карим Масимов, а ныне руководитель комитета национальной безопасности, напишет о нем книгу. Но вот только незадача. Реакция населения на все эти ношества не вполне ясна. Как неясно, почему же Назарбаев ушел. Ситуацию прокомментировал давний оппонент Назарбаева Ермек Тычебеков. Причина ухода с поста президента Назарбаева Нурсултана Абишевича связана с тем, что экономика Казахстана находится в полном коллапсе. Наступает рост протестных настроений. И люди понимают, что все главное зло это он сам. Поэтому он решил, не накликая на себя беду, не подводя ситуацию к армянскому, грузинскому сценарию, к любой другой иной оранжевой революции, он решил просто сделать ход в сторону. Чтобы теперь на него не шла вот этот поток негатива со стороны народа. С этим и связан плюс он в принципе уже в престарелом возрасте, ему под 80 лет, у него куча хронических вероятно заболеваний. Я думаю, жить-то ему осталось совсем мало, может быть год-полтора. Вот постепенно уже уходит. Я считаю, что развитие националистических движений было связано лично с персоной Назарбаева. Потому что Назарбаев он идейный русофоб. И я искренне рад, что теперь после него власть оказалась, пусть и декоративная, у Касым Джумарта Токаева. Он более интернационалист, у него жена русская. Тычебеков несколько раз во время разговора подчеркнул, что ждать стоит только лучшего. И миллионы беженцев в Россию, по его мнению, пока не побегут. А в России новое погодное явление губернатора ПАД. О том, где ветра перемен, снесли головы алчных чиновников, расскажет Ксения Форова. Здравствуйте, в эфире Политпогода. По всей России дуют, дуют и выдувают ветра перемен. И в голове людей задувают антициклоны, как ни странно. В Челябинской области небольшой атмосферный фронт, пришедший сюда из Москвы, остановил целую бурю народного негодования. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал заявление о своей отставке. А как он хотел остаться на второй срок, а понтов-то сколько было, а сколько громких заявлений стерпели уши южноуральцев. Заврался весь. И даже строительство Томинского ГОКа приостановил, но только на время выборов. Пытался хоть как-то нивелировать ненависть народную к себе. Впрочем, ненависть эту нивелировала и Москва. Пожалуй, южноуральцам немного грустно от того, что он наконец-то уходит. Поводов для протеста теперь столько нет. Тем временем антимонопольщики обвинили губернатора Дубровского в картельном сговоре на сумму 2,4 млрд рублей в сфере дорожного строительства. А ветра перемен дошли также и до Мурманской области. Холодный воздух, низкое атмосферное давление и яркое солнце меняются местами и уходят в мерзкие дожди из грязи. Здесь губернатор Марина Ковтун тоже написала заявление от своей отставки. Мурманчане или мурманцы провожают госледи без малейшего сожаления, а силовики уже потирают свои ручки, ведь СКР уже давно добивается санкции на ее арест. Кстати, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин вчера на заседании Совета Федерации назвал Архангельскую область самым проблемным регионом мусорной реформы. В Челябинске народ нарадоваться не может. Долго они ждали этого события, хотели уже на улице дружно выйти до Москва, все переиграло по-своему. Я с легким сердцем отпускаю Бориса Александровича Дубровского, бывшего нашего губернатора, но это не значит, что у меня нет никаких вопросов с точки зрения соблюдения им законов Российской Федерации, вообще законодательства Российской Федерации. Сейчас следователи Следственного комитета, органов внутренних дел, вообще правоохранительные органы должны дать надлежащую оценку каждому ему действию, в том числе по самому громкому, самому последнему истории, по многомиллиардным антиконкурентным соглашениям, связанным с дорожным строительством. Это очень важно и необходимо добиться того, чтобы не просто человек сказал, ну все, я здесь немножко поруководил, что я пошел и на какую-нибудь почетную должность еще и орден какой-то получил. Следователи Главного следственного управления должны не нашим делом заниматься, якобы хулиганством на промплощадке Томинского ГОК, а должны конкретно заниматься антиконкурентными соглашениями, в которых по решению Федеральной антимонопольной службы увлечен бывший губернатор Дубровский. Я хочу сказать, что Борис Александрович Дубровский конкретно обманул жителей города Челябинска, пригорода юго-западного Челябинска. В декабре 2015 года Дубровский конкретно сказал, если люди будут против, я не допущу строительство Томинского ГОКа, Томинский ГОК строиться не будет. После этого был проведен опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, который сказал, что 73% челябинцев против реализации этого проекта, 68% коркинцев и 63% жителей Сосновского района против реализации проекта Томинского ГОКа. Но тем не менее он строится, да? Хотелось бы верить, что недовольство народное иссякло. Так только больно проблемный регион. Мало того, что куда ни глянь, не считай разруха, да и чиновников придется чистить, так еще и олигархов, обнаглевших выгонять. А вот для этого у Губи расселенок явно не хватит. Тут воля центра нужна, а ее, то есть воли, пока нет. Когда программа готовилась к эфиру, поступила информация о назначении экс-премьер-министра Свердловской области Дениса Паслера, попавшего в опалу местному губернатору Евгению Куевышеву, в Рио губернатора Оренбургской области. А в самой Свердловской области, которая, проиграв заявку на Экспа, уже умерила свои аппетиты и готова даже на маленькую победоносную универсиаду, которую никто другой даже и принимать не пожелал. Здесь чиновники в погоне за освоением инвестиций забыли про то, что освоение бюджетных средств тоже контролировать нужно. Сейчас и покажем, как контролируют. Судя по этой стеле, чиновники, установившие ее, очень любят Сосьву. Край запретных зон и разрухи. Население здесь всего 8 тысяч человек, именно столько осталось. А бюджет целых полмиллиарда. Вот сейчас и посмотрим, насколько эффективно он осваивается. Размер бюджета никак не сказывается на благосостоянии жителей поселка. Сейчас это депрессивный населенный пункт на севере Урала. Дома без окон и дверей. Пустые улочки. Именно так сегодня и выглядит Сосьва. На дорогах яма и непролазная грязь. Снег не расчищен даже на центральной площади. А вот местный мэр не понимает, о чем вообще речь идет. Расскажите, пожалуйста, почему с бюджетом в 500 миллионов поселок в таком состоянии? Например. Народ здесь северный, суровый, жаловаться не привык. Те, кому не было куда уехать, терпят. А уехать пришлось многим. Ведь городообразующие предприятия позакрывались. Это и есть городообразующее предприятие Сосьва. Раньше таких колоний здесь было три. Сейчас осталась одна. Но на бюджете это никак не отразилось. Денег меньше не стало. Жилой фонд в ужасающем состоянии. Этот дом уже давно признан аварийным. Но его не расселяют. А мы должны теперь страдать. Всю зиму, считай, вот у меня это шланг был. С батареей прокачивала вода. То, что у меня зиму холодная батарея была. Сейчас она более-менее теплая. Канализация, где вот умывальник, то же самое. У нас же под низом эти батареи, ой, трубы, они вообще не утепленные. Кому здесь все нравится, так это гастарбайтерам. Есть какие-то проблемы в доме? Нет, в общем, все нормально. Туалет, вода или что-нибудь еще там? Да не, нормально, что вода идет. Как бы не жаловите ничего? Не, ничего не, как бы нормально. Еще бы. Сосьва это одно из немногих мест, где не просто валят лес для его отправки в Китай, но и пытаются переработать прямо на месте. Это еще одна отрасль, на которой держится Сосьва. Здесь работает 13 лесозаготовительных предприятий, на которых работают тысячи людей. Работа, конечно, тяжелая, но копеечку заработать можно. Если заболел, то тебе прямая дорога в гроб. Это районная больница. Добротное и чистое современное здание. Одна проблема – здесь нет врачей. Самое основное вообще – это хирург. Приезжает раз в неделю с Восточного. Раз в неделю. Вы понимаете, какая очередь гинеколог, и детский врач отсутствует, и также зубного нет врача. Ежели чего случилось, то нужно ехать в соседний город Серов. Расстояние более 100 километров. А заболеть здесь очень легко. В Сосьве до сих пор не могут решить ни проблему с мусором, ни с канализацией. До Сосьва мусорная реформа тоже дошла. Тарифы на вывоз мусора изменились. Однако, что такое закон об отходах производства и потребления, в местной администрации, похоже, не знают. Вице-мэр говорит, что в городе работают очистные сооружения. Да. Куда сливается, получается? Ну, у нас и есть договор заключенный с КОС-200, по-моему, у нас в Кошае. А КОС-200 в лесу находится? Зачем в лесу? Мы смотрели, в лес сливается, откуда жидкие? Ну, я не знаю, кто в лес сливает. Здесь, можно сказать... Как вы себе предполагаете, буду за ними следить? Как следят за подрядчиками, если у вас договор заключен? У нас договор заключен. Вы говорите, у вас КОС-200 договор заключен? Ну, да. Ну, так мы... То есть, не подрядчиками? Интересная техника есть. Вот это и есть и самый КОС-200, в который, по версии замглавы администрации Артема Киселева, гусин сливает фекальные отходы. Деревья уже мертвые стоят. Только отъехали 200 метров, как подрулила машина. Водитель само спокойствие. Я не частник, не переживайте. Вы позвоните, и все, что гороскопу к вам там скажут в администрацию. Причину своей невозмутимости он объяснил, когда выключили камеру. Говорит, что и раньше здесь машины ловили. Но городской администрации всегда удавалось со всеми договориться. Впрочем, свой рейс он закончил в отделении полиции, куда его и передала наша съемочная группа. Теперь водиле грозит штраф до 20 тысяч. Есть в ССВИ контрольный орган, который должен контролировать весь этот бардак. Да только вот этот орган оказался какой-то кастрированный. А в Якутии произошел нешуточный межнациональный конфликт. Как ни странно, власти не стали разгонять людей, митингующих против нелегальных мигрантов из Киргизии. И наоборот, призвали показать, кто в доме хозяин. В Якутии несколько дней не прекращались акции протеста против мигрантов. Местные СМИ сообщали о закрытии палаток с фруктами и нападении на водителей мигрантов из стран Центральной Азии. Поводом стало изнасилование местной жительницы, в котором подозревают выходца из Кыргызстана. Дело в том, что это уже не первое подобное преступление в Якутии, совершенное выходцами из этой страны. В 2018 году в Якутию прибыли 34 тысячи трудовых мигрантов. В основном из Таджикистана, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Кыргызов официально в Якутии менее 1% населения, то есть около 7 тысяч человек. Об этом рассказал глава администрации правительства Якутии Федор Борисов на стихийном митинге. Как только стала известна личность подозреваемого, на Комсомольскую площадь города пришли несколько сотен человек. На следующий день власти республики пригласили недовольных жителей на официальную встречу. В спорткомплекс «Триумф» пришли тысячи людей. Региональные лидеры не стали успокаивать публику, а напротив призвали показать, кто в Якутии хозяин. На третий день в Якутии были закрыты многие фруктовые киоски, принадлежащие мигрантам. Из-за нападений на водителей и грядущих проверок десятки автобусов не вышли на маршруты. Директор единой диспетчерской службы Якутии не стал отрицать, что некоторые водители беспокоятся за свою безопасность. В Якутск прилетела делегация из Бишкека под руководством зампреда Государственной службы миграции Кыргызстана Самата Токболтова. Он встретился с министром по внешним связям и делам народов Якутии Гавриилом Кириллиным и обсудил с ним ситуацию, которая спровоцировала антимигрантские выступления. Чиновники пообещали, что будут обмениваться с якутской стороной информацией о приезжих из Кыргызстана и вести с трудовыми мигрантами разъяснительную работу. Однако остановить местных уже не получается. Задержусь. Нанесение побоев на Азербайджану Кыргызстана. А зачем нанесли побои? Ну, побои хотелось. С какой целью? Чтобы он уезжал отсюда. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Полную версию смотрите на канале Крик Ньюз. Краткую версию смотрите на канале Реальная журналистика. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите в соцсетях. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова